Роберт Демаши Демаши родился в доме своей бабушки в Сен-Жармин-Ан-Ле на окраине Парижа 7 июля 1859 года. Около 1870 года Демаши и его мать, братья, сестры уехали из Парижа в Брюссель из-за возрастающей опасности франко-прусской войны. Когда ему исполнилось 18, Демаши недолго служил добровольцем в армии год, но вскоре вернулся к своей комфортной жизни. Начал делать зарисовки посетителей кафе и людей на улице, и эту практику он продолжал на протяжении всей своей жизни. Где-то в конце 1870-х годов начал экспериментировать с фотографией. Кустера владел мастерством вращения с фотоаппаратом. В течение следующих 30 лет он посвящал все свое время как фотографированию, так и обширным публикациям о фотографии. В 1882 году Демаши был избран по французской фотографической обществе, где он общался с некоторыми из ведущих фотографов Европы. В 1889-м, посещая всемирную выставку, в Париже познакомился с молодой женщиной из Детройта по имени Джулия Аделио Дилан. Аделио была членом влиятельной семьи Дилана в Америке и дальней родственницей будущего американского президента Франклина Дилана Рузвельта. 2 мая 1893 года Роберт и Аделио поженились в Париже. Их первый сын, Роберт Шарль, родился в 1894 году. А за ним в 1898-м последовал сын Жак Франсуа. Позже Жак стал очень известным иллюстратором мод. Около 1890 года Демаши стал одним из первых французов, у которых появился автомобиль Пакар. Он разработал стиль, который основывается на интенсивных манипуляциях с изображением как во время проявления негатива, так и во время печати. Вместе с Константом Пуео, Леберге и Баке помог организовать первый парижский салон, основанный на художественных принципах Парижского фотоклуба. В 1895 году провел свою первую выставку у гравюр в Парижском фотоклубе. Это помогло повысить его международный статус. И позже, в том же году, он был избран в Лондонское британское фотографическое общество, созданное для того, чтобы предлагать и защищать фотографии, как такое же искусство, как и науку. В 1897 году опубликовал свою первую книгу с автором Альфредом Маскелом «Фотоквантовый процесс» или «Бихроматная смола». В течение первого десятилетия XX века Димаши продолжал много писать его фотографии и вскоре стал одним из самых плодовитых авторов о фотографии даже по сей день. У Димаши было пять выставок в Королевском фотографическом обществе в Лондоне. Критик Джон Андерсон писал, по правде говоря, Роберт Димаши не человек, он чудо. В 1904 году шесть его фотографий, три фотографюры и три полутона были опубликованы в знаменитом журнале Альфреда Стиглица «Операторская работа в сопровождении рецензии Джозефа Кейли». Эти снимки увидела американский фотограф Энн Бригман, которая написала Стиглицу, что они оказали серьезное влияние на ее собственные работы. В том же году он начал экспериментировать с масляным процессом Роулинса относительно новым методом печати, который позволял значительно переработать изображение. В 1905 году был избран в Королевское фотографическое общество. В 1907 году Димаши был настолько поглощен в своей фотографии, что у него была отдельная студия и жилые помещения для себя на верхнем этаже семейного особняка. Аделя становилась все более и более изолированной, и в 1909 году она попросила развода. После развода, который в то время считался скандальным, она переехала в свою собственную квартиру и через два года снова вышла замуж. Сообщается, что Димаши никогда не говорил о ней ни доброго слова, ни во время их брака, ни после развода. В начале 1914 года Димаши внезапно отказался от фотографирования. Он больше никогда не прикасался к фотоаппарату, даже отказываясь делать снимки своих внуков. Его единственным творческим занятием на всю оставшуюся жизнь было ездить на своей классической машине на пляж, где он делал зарисовки женщин-плавчих крупного телосложения в воде. Димаши умер от склероза Хемвель в Нормандии 29 декабря 1936 года. Был похоронен два дня спустя в семейной усыпальнице на кладбище Перлаше в Париже. Ну вот так вкратце из переводной википедии о Роберт Димаши, французский фотограф и иллюстратор в конце 19-го, начале 20-го века. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»